В эти дни в районах Крайнего Севера отмечают традиционный праздник жителей Тундры День Оленевода. Как отметили праздник в Алдане, расскажет Татьяна Вахнина. Великолепие национальных традиций и нравов раскинулось в лоне реки Алдан, близ поселка Хат-Истыр. Весенним днём земля овенгийская принимала гостей. Свой профессиональный праздник отмечали оленеводы-кочевники. День Оленевода давно стал символом народного единения. В этот день в селе Хат-Истыр Белёцкого наслига собираются жители со всех уголков района. Вот в эти дни они собираются здесь и обсуждают свои проблемы, которые есть, существуют, и которые могут возникнуть завтра. Вообще, с друзьями она легче решается эти вопросы. День Оленевода – праздник по-северному тёплый, сочетающий национальный колорит и овенгийское гостеприимство. Прибывшие Хат-Истыр-кочевые семьи представили быт и уклад. День Оленевода является своеобразной символической чертой, которая подводит итоги в преддверии весны. Зима проходила холодная, ну 45-50 бывало, ну и ветерок был. Ну и нас, олени, стоят нормально, ну голову нас 300. День Оленевода даёт кочевникам возможность ненадолго отрешиться от забот и встретиться с близкими. Пожалуй, в общении и беседах заключается главная ценность праздника оленеводов, чей труд сопряжён с огромным количеством сложностей. Проблема в последнее время – это численность волков, увеличение численности волков и травли оленей. Вот это основная проблема. На территории Алданского района ведут деятельность 32 родовые общины. Будто, что в переводе с овенгийского означает «сильная родовая кровь», является самой отдалённой. Хозяйство располагается почти за тысячу километров, в устье реки Сеймжи. Дорога из стойбища в Хатыстыр занимает у кочевников неделю. У нас только, если бензин есть, то бураном ходим. Всё на оленях по-старому. Самобытная гармония гуляний пленила. Гостей ожидали катания на оленях и буранах, игры и соревнования по северным видам спорта. Одним из наиболее зрелищных моментов стали оленьи гонки. А главным было пожелание, чтобы природа была щедрой, а хозяйства процветали достатком и мощью.